Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Кто на это видео попал совершенно случайно, возможно, не знает, что я человек, который предпочитает достаточно лаконичную одежду, даже если она ярких цветов, как сейчас джемпер на мне. Но при этом я очень-очень люблю яркие аксессуары, как примерно сейчас за моей спиной. Вот такой цвет сумки для меня самое-самое то. Но с сумками я хожу эдко и, соответственно, самый мой главный аксессуар. Я много раз об этом говорила. Это шейный платок, который я тоже забываю надевать. И, конечно же, обувь. Обувь я люблю со стразами, с пайетками, с перьями, неожиданных цветов, очень ярких цветов. И вот эта любовь, она родилась у меня здесь, в Италии. Это то, что я подсмотрела, наблюдая за итальянками. Сегодня я покажу вам свою коллекцию весенней обуви. Она не была куплена на распродажах. Это просто та коллекция, которую я начала формировать для себя, когда были какие-то промо-акции, когда были в том числе распродажи. И просто я ее ни разу, эту обувь не носила, потому что уже стало холодно. Соответственно, это моя весенняя коллекция, с которой я выйду на весну. Я не буду называть вам марки. И, пожалуйста, не спрашивайте меня в комментариях, потому что это совершенно не важно. Я просто покажу вам, скажем так, характер той обуви, которую я сама очень люблю. И которую, конечно же, рекомендовала бы всем-всем-всем, кто хочет помодничать этой весной. Итак, первая обувь – это вот такие балетки-магасины. Как вы видите, здесь очень богатая фурнитура. Это то, что мне очень-очень нравится. Единственное, что хочу сказать, что если вам нравятся вот такие шипы, либо выпуклые стразы, вы должны понимать, что они будут менять форму обуви. И обувь может казаться очень широкой, либо очень громоздкой. Например, однажды я мерила туфли, у них был небольшой каблук. И на каблуке тоже были, ну вот подобная отделка была. И могу сказать, что каблук смотрелся очень-очень толстым. На самом деле он таким не был, но смотрелся он очень неизящно. Имейте в виду, что вот подобная обувь, она и на ноге может смотреться очень необычно, очень странно. Здесь есть цветы из кожи, здесь есть стразы, здесь есть вот такие шипы даже. И здесь есть необычный цвет. Этот цвет будет прекрасно смотреться под лучами весеннего солнца, потому что я вообще, опять же повторюсь, очень люблю, когда под лучами весеннего солнца, либо вообще круглогодичного солнца, ноги сверкают, искрятся и переливаются. На самом деле я бы никогда не подумала, что подобную обувь я буду носить, искренне любить, более того, всем рекомендовать. Когда-то, возможно, такая обувь даже казалась мне китчевой и безвкусной, но тем не менее я ее полюбила и, как мне кажется, научилась носить. Еще одна обувь, она очень похожего плана. Это тоже, наверное, все-таки это макосины, макосины-лоферы. Безусловно, застежка напоминает мужскую застежку на классических мужских туфлях. Единственное, что здесь, конечно же, имеется вот такая явная фурнитура. Здесь опять мы имеем металл, стразы, немножечко бисера. Ну, в общем-то, все, как я люблю, поэтому вот так. Я очень люблю такой серый цвет на обуви. Он достаточно редко, кстати, встречается. Серый потемнее легко найти, а вот такой светлый серый достаточно сложно. И он очень хорошо смотрится на ноги. Вообще все вот такие светлые цвета, а-ля пастельные цвета, которые почти сливаются с кожей. Опять же, вы скажете, Яна, но серый цвет не может сливаться с кожей, к счастью. Но, тем не менее, вот эти все деликатные цвета на ногах, на ноге смотрятся очень-очень хорошо. И я обратила внимание к вопросу о цвете металлика, цвете вот примерно такой, только не лаковая фактура, если будет. Я тоже показывала много раз по осеннему стрит-стайлу, как красиво смотрятся золотые магазины, золотые балетки, серебряные балетки. И такая же выделка, скажем так, и такая же выделка кожи, наверное, либо эко-кожи. Но в вариантах розовый, либо сиреневый очень-очень красиво смотрятся на ноге, в особенности, когда кожа у нас немножко подзагорит. Еще одна обувь тоже мне очень нравится. Безусловно, является характерной сейчас для меня. Выбор такой совершенно не случайен. Это вот такая обувь. Она не просто имеет пряжку, которая имеет огромное количество стразов. Но это обувь, безусловно, яркого цвета. Эта обувь, она не кожаная. Она одета, оделана текстилем. И на текстиле имеется даже люрекс. Соответственно, все, опять же, будет искриться, блестеть и переливаться. И я думаю, что это будет очень эффектно, очень красиво. Я на такую обувь всегда обращаю внимание, всегда стараюсь заснять на стрит-стайле. Вообще, я считаю, что очень легко сейчас выглядеть хорошо. Я очень люблю, повторюсь, лаконичные что по цвету, что по фасону компоновки и ансамбли. Но которые при этом, когда при этом расставлен вот такой яркий акцент. Я, на самом деле, очень удобно сижу вот на этом проводе от зарядки. Потому что у меня происходит выгрузка видео. Уже с утра, наверное, в 6 часов, как я не могу выгрузить видео. Так вот, вернемся к обуви. Да, я люблю, когда вот такой яркий цветовой акцент стоит. Желательно 2. Возможно, опять же, платок. Возможно, что-то у нас здесь будет искриться, переливаться в виде вышивки, за которую меня часто, опять же, критикуют. И на ногах, когда очень ярко, очень блестит и очень фактурно, мне тоже очень-очень нравится. Пришлось мне отойти за следующей парой обуви. Я ее не приготовила, не положила. Здесь у меня большой пакет стоит. Но зато я нашла вот такой цвет, который я имела в виду, когда пыталась объяснить, какой золотой, какой розовый, какой бирюзовый может быть. Опять же, те, кто смотрит мастер-стайл, наверняка поняли, о чем я говорю. Потому что я обращаю прям таки внимание на такие вещи. И вот из такой выделки кожи, либо эко-кожи, обувь смотрится на ноге очень-очень эффектно. Следующее, следующее. Я, в общем-то, приготовила напоследок. Это была моя мечта. Эти балетки стоили баснословно дорого. Возможно, потому что у них имеется вот такая фактурная, безусловно, вышивка. Какие-то камни, возможно, сваровские. Конечно же, когда я эту обувь доношу, я все это отпорю и попытаюсь куда-нибудь сюда пришить себе. Но здесь также имеется шнуровка, которая мне стала очень нравиться. Многие, кто посмотрели видео, где я показывала свои недавние покупки обуви в том числе, не поняли эту шнуровку. Кто-то даже ее раскритиковал, сказал, что носить будет неудобно. Возможно. Но я вижу уже много такой обуви на модницах, и она мне очень стала нравиться. При том же, при всем, что я всегда носила круглый носок, никогда не любила заостренный носок. Я поняла, что заостренная обувь, в меру заостренная, возможно, даже чуть меньше, чем эта, смотрится тоже очень и очень эффектно на ноге. Что еще у меня есть? Я много раз тоже рассказывала и говорила, что я очень люблю вот такого цвета, засвечивает на самом деле цвет, и кажется, что он практически белый. Давайте вот сюда перемещу. Это вот такой невнятный цвет. Он не бежевый, он не розовый, он не грязный сиреневый, он не грязный голубой, даже не грязный серый. Вот такой цвет при всем при том очень хорошо смотрится на ноге. Описать его очень сложно. Вот такие балетки, которые имеют, скажем так, вот такую светлую палитру, они тоже ко всему подходят. Я обожаю такие балетки, при том, что часто говорят, что это смотрится как некий бабушкинский тапочек. Да, когда-то, и мой взгляд, был непривычен к такому силуэту, и мне казалось, что подобная обувь меня просто уродует и смотрится некрасиво на ноге, не только моей, но и на любой другой женской ноге. Теперь же я считаю, что балетки это очень удобно, очень современно и очень даже красиво и женственно. И мне очень понравилось видео Елены Голанд. Однажды она сказала, и я никогда об этом не задумывалась, она сказала о том, что вот балетки хорошо смотрятся с прованским стилем, когда мы одеты, как девушка из французской деревни. То есть у нас, допустим, летящее какое-то платье, юбка в любом случае летящая, и балетки смотрятся хорошо. Вы знаете, я с ней соглашусь. Действительно, балетки очень хорошо смотрятся именно с таким стилем. Возможно, еще соломенная шляпа. Я даже летом показывала, я специально так оделась. Действительно, выглядит очень и очень эффектно такой образ. Но при всем при том, я научилась носить балетки с джинсами скини, и с джинсами бойфренд. Я научилась носить балетки также с юбкой-карандашом, с узкими платьями. Мне все нравится, что на себе, что на других. И повторюсь, вот такой цвет для меня является универсальным. Если я вижу по хорошей цене такие балетки, вот такого цвета, я всегда покупаю, что называется, про запас. При том, что я стала человеком, который не очень любит покупать про запас что-то. Я считаю, что вот такой универсальный цвет, конечно же, он у меня вынашивается за сезон, потому что я оставляю малое количество обуви на повседневную жизнь. Плюс я езжу на велосипеде, плюс меня окружают маленькие дети, которые нет-нет, да наступят. И могу сказать, что у меня вынашивается такой цвет, как раз-таки деликатный. И одна пара вот такого цвета балеток мне совершенно точно нужна. Ну что ж, вот такая моя коллекция обуви. Как вы видите, все ярко, все блестит, кроме, наверное, последней пары. Желаю вам закомпоновать вашу обувь таким образом, чтобы действительно вы чувствовали себя на своей фэшн-волне. Экспериментируйте с цветами, экспериментируйте с фактурами. В том, что касается обуви, это как раз-таки случай, когда не может быть, на мой личный взгляд, too much. Если вам нравится анималистичный принт, у меня нет ничего анималистичного принта, но я много раз показывала, как это здорово смотрится на стрит-стайлах. Пожалуйста, дерзайте, возможно, весна и первые солнечные лучи. Это именно то, что нужно для того, чтобы приобрести такую обувь и в ней себя показать. И самое главное, классно чувствовать. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!